Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам пустые баночки и мой отзыв. А вдруг кому-нибудь пригодится? А вдруг... Ну, а вдруг... Ну что, мои дорогие, поехали! Ополаскиватель. У кого есть посудомойка, это будет интересно. У кого нет, стремитесь, чтобы она у вас была. Я не знаю. Без посудомойки кто-то мне из девочек говорил «Нафиг мне эта посудомойка? И нафиг вам посудомойка, если вы живете вдвоем с мужем?» Ну, знаете, это не факт. Все равно ты так не отмоешь посуду, как отмывает посудомойка. Допустим, какие-то крышки, допустим, какие-то кувшины, чтобы не заморачиваться. Прекрасно моет посудомойка. Но не все так справляется хорошо. Сейчас стараются удешевить как-то таблетки, поэтому я пришла к такому выводу, что лучше всего покупать таблетки... Нет, есть дорогие финиш, там все такое, дорогие таблетки. Там, по-моему, три в одном, и они как бы ничего так нормальные. Но если брать из дешевых, я беру или порошок и жидкий. Жидкий порошок для мытья посуды. И ополаскиватель. Все отдельно. Беру таблетку, делю на две части. Можно даже вот недавно я начала даже уже делить на три части. Вот. И добавляю жидкое, и добавляю отдельно в ополаскиватель. Там посудомойки есть специально для ополаскивателя. Поэтому я отдельно добавляю. И мне счастья нет предела. Вся моя посуда действительно стала блестеть. Я теперь не покупаю таблетки три в одном. Я покупаю самые дешевые, покупаю самые дешевые. И мне счастье... Также про таблетки из Фаберлик. Можно целую бросать таблетку. Она может и помоет хорошо. Но я уже приловчилась так. И мне кажется экономичнее. Вот сейчас я уже... Таблетки из Фаберлик, я их делю на три части. И немножко жидкости, жидкого средства. И все блестит у меня. Покупала, покупаю и буду покупать. Так как у меня есть посудомойка, но это не говорит о том, что я остальную посуду не мою ручками. Вот мою, потому что бывает там одна кружка, бывает там что-то одна там... Ну, бывает надо. Покупаю в Фаберлике. Это от ноля. Здесь даже можно мыть фрукты, овощи. И хорошо смывается и запах. Ну, прям малина-малиновна. Малина-малиновна. Это классно очень. Так что, кто не пробовал, возьмите. Есть пробнички там такие маленькие. Они иногда в каталоге по 19 рублей одна. Возьмите, попробуйте. Вдруг вам понравится и будет вам счастье. Так как я кризисного менеджера смотрю сейчас. И я решила, знаете, раньше я что-то недоиспользую. Беру вторую, покупаю. А вдруг лучше, а в третьем лучше. Сейчас я решила ничего покупать не буду. Все, что там в бутылочках, вот столечка, вот столечка, вот все использую. А потом только буду покупать. Так что, у меня давно было универсальное чистящее средство сода. Это фрош. Вообще, мне фирма эта нравится. У них кондиционер. Ну, что-то я в последнее время купила кондиционер. Какой-то он подозревательненький. Ну, ладно. Что я хочу сказать про это универсальное чистящее средство. Да, нормально все моет. Но так как я иногда, если даже что-то у меня нету или там закончилось, я беру просто соды обыкновенные. Если что-то такое грязненькое. А так в бутылку я наливаю 100 грамм спирт. Покупаю в аптеке любой там муравин или какой. Грамм 30-40, как там это уксуса и вода. И стекла хорошо моют, и в холодильнике панели там, и все. Ну, эту плиту у меня сейчас индукционная, она мало замазывается. То есть, выйти из ситуэйшн всегда можно. Не обязательно иметь это. Но вообще у меня есть средство, вот, которое пена АМТ или как его. А это вообще бомба-бомбецкая. Ну, так как я смотрю сейчас того кризисного менеджера, я свои ошибки понаходила. Действительно, я не буду теперь покупать, чтобы вот понравился мне этот. Это АНТ или как его. И надо еще брать, чтобы у вас были прозапасы, а вдруг кончится. Нет, я этого делать не буду почему-то, потому что больше и больше выпускают. И лучше, лучше и лучше выпускают продукцию. Поэтому закончится. Куплю следующий. Не найду, но что-то будет другое искать. Так, вот моя любовь. Это моя любовь с фикс-прайса. Хомстар. Вот она там, по-моему, потекла. Надо руки мне срочно помыть. Потому что это и раковину помыть, и унитаз хорошо помыть, и какие-то пятна отмывают вообще на ура. Да, она такая ядреная. Ванну акриловую, конечно же, конечно же, акрил вам мыть нельзя. Но у кого такие застарелые пятна, прекрасно моют. Вот, как раз это средство для посудомойки, жидкое. Это гроз. Вот этой бутылочки хватает на год. Если вы пользуетесь таблетками, вот третьей части, вот это немножко добавляет. Год вы обеспечены. И ополаскиватель. Вот это купили и забыли. Но это все нужно попробовать, конечно. Конечно, конечно. Так, тайт, жидкое средство. Я с жидким средством сейчас перешла. Вот особенно мне нравится ласка. Я сейчас покупаю ласку. И вообще, это классно. Вообще, знаете, да, что там какие-то шерстяные, трикотажные, пуховики, куртки. Рекомендуют стирать с жидким средством. Раньше, когда дефицит был. Это что-ка сколько? Год или два, как пришла к нам жидкие эти средства. А раньше я покупала, помню, 500 рублей, такая маленькая бутылочка для стирки пуховиков. И я говорила, о, когда уже трикотаж, там, шерсть, выпустят жидкое средство. Потому что раньше я жидкого средства не была. Я трикотаж, шерстяные платки, шерстяные, там, сетера я стирала с помощью шампуня. Да, да, да. Поэтому сейчас я пока... Буду ли я брать тайт? Ну, если будет хорошая скидка, буду брать тайт. Так вообще лаской буду пользоваться. Нравится мне ласка золотистая и белая. Белая, большую, трехлитровую по акции, это дефицит найти. Золотистый я беру. Ну, он как-то чаще бывает. Так, мой любимый в фикс-прайсе беру освежитель воздуха, который стоит у меня автоматически в туалете, да у меня в прихожей. И он сам, я сделала дела, вышла, а он сказал... В общем, сам делает свои дела. Классные, 99 рублей. Но мне нравится вот кашемир, цветной, орхидея. Мне не нравится, которые фруктовые. Они как-то с кислинкой какой-то, как будто что-то скисло. Недавно я вожила себе живот. И как хорошо, что у меня был вот такой понтенол. Потому что когда я вызвала скорую, скорая приехала, говорит, что вы делали. Я говорю, вот понтенол. Они мне говорят, молодец, правильно, что сделала. Только купите. Это что-то 5-процентный, сказали, это 10-процентный понтенол. Он недорогой. Что-то 300 с чем-то рублей. И здесь больше. Здесь маленький у меня пузырек. Ну, вообще, у каждого человека должна быть вот эта аптечка скорой помощи. И прям она должна быть на вытянутой руке. У меня вот там вообще здоровенная, огроменная аптечка там вообще. А так, которая скорая помощь, она такая 10 на 10 коробочка. Там йод, зеленка. Вот для ожогов, бинт, напальчник. Все, по-моему. А, перекис водорода. Все, больше у меня ничего нет. Поэтому вот прям у кого вот висит там запись, что нужно купить то-то, то-то, то-то. Купите понтенол. Ну, нужен он. Иногда эта вещь необходима. Даже у вас будет все хорошо. А вдруг соседка прибежит и скажет, а, я не знаю, что делать. Или ребеночек что-то там сделал, все такое. А вы скажете, у меня есть вот такое счастье. Мои дорогие, также от Фаберлик жидкое средство для стирки. Вы знаете, отлично, стиральный порошок, жидкий, концентрированный для цветных тканей. Отличный. Но цена, цена, цена. Вот. Так что, если будет по акции, может быть, буду брать. Но здесь всего 500 миллилитров, да. Вот. Поэтому, как бы, я не привыкла. Вот хоть он и концентрированный, по чуть-чуть. Все, я как-то вот заморачиваюсь всегда. Поэтому смотрите сами. По вашим деньгам, по вашим... А так, хорошее средство. Можно. Так, мои дорогие, вот эта маска для лица. Гидрокомплимент. Ой, мои дорогие, я не знаю. Ну, не знаю. Что сказать? Не знаю. Конечно, не буду я больше брать ее. Я думаю, понятно сказала. Так, раньше, мои дорогие, я делала ноготочки свои. Ой, завтра пойду сделаю ноготочки. У меня будут ноготочки завтра. А так, так хорошо держится. Очень, очень понравился мне вот этот маникюрчик. Ой, блин. Он мне это... Не фокусирует. Не знаю даже, как будет записано. Завтра какой-нибудь новый сделаю. А это у меня средство для снятия лака, винил и гель-лака. Да, когда я сама делала, я снимала сама. Поэтому нормальное средство снимает прекрасно. Теймуровое, в общем, от запаха спрей. Ну, так как у меня мужчины, и иногда это просто необходимо. Я брала в фикс-прайсе. Оно там в два раза дешевле, чем в обыкновенных магазинах. Ну, что я хочу сказать? Ну, запах у нее неприятный. Ну, неприятный. Порой хочется такой приятный запах, что даже если для ног, ну, что теперь? Ну, это вообще такая вонючка. Больше брать не буду. Но он мне пригодился, знаете, для чего? Не было у меня загустителя. Мы с внуком делали этот... Не лизу, но как его? Который дети сейчас балдеют. Слайм? В общем, забыла. И он как... Я где-то там посмотрела видео, кто-то поскал. У меня есть имуровая, она как для загустителей. Так что, брызнула. Вроде бы, как бы немножко помогло, но не сильно. Так что, не, брать больше не буду. Вот закончилась и слава богу. Я сейчас... У меня сейчас, наверное, еще в ближайшее время еще будет куча бутылочек. Потому что я сейчас заканчиваю все то, что у меня половинка, четвертинка. Я сейчас все закончу, только тогда я буду покупать. И теперь у меня будут пустые полки. А то у меня шкаф-купе открываешь напротив ванну туалета. А там бытовой химии порошков, каких только вашей душеньки надо. Так что в ближайшее время покупочек с бытовой химией. Нет, ну, наверное, в фаберлике будет что-то по мелочи такое. А так нет. Так, о, у меня этих порошков. Это фаберлик-порошки. Они концентрированные, универсальные. У меня их много. Давайте я вам сразу покажу. Вот, смотрите, три таких и один вот этот концентрированный стиральный порошок для цветного белья. А это универсальных три. Я их не закончила. Они у меня были. Просто я так... Я их пересыпала, чтобы их сейчас использовать, чтобы не хранить там это на черный день. Не надо черного дня. Черного дня у нас не будет. У нас все будут белые дни. Поэтому про порошок, что этот хочу сказать, фаберлик, нормальный. Но там вот он концентрированный на 30 грамм. Ну, как-то не привыкли. У меня все равно выходит 100 грамм. Бывает, 70 грамм я это... А вообще насчет стирки. Вот я много посмотрела про машинку стиральную. Там как правильно стирать. Все там отдельно нужно заснять. Потому что как ее правильно загружать. Как правильно порошок класть. Какой, для чего, почему. Ну, это я еще до конца... А очень интересно. Хотя у меня есть видео, как правильно я стираю полотенце. И мне там пишут. О, вы тут заморочились. Как вы стираете порошки. Вам что, делать нечего. Закинула и все постирала. Я согласна. Я рада за вас. Многие мне пишут, купите сушильную машину. Ну, и, как говорится, будет вам счастье. Ну, они просто меня не смотрят и не знают, что я давно купила стальную машину. Но они не понимают, что я... Не у всех есть цена. И я рассказываю, как я стирала полотенце, когда у меня не было сушильной машины. Естественно, сейчас я очень рада, что у меня есть сушильная машина. Все воздушное, все мягкое. И даже недавно, если я поймала на мысль, я вытаскиваюсь, что такое вот так. Что-то... Или плохо она стала как бы выкручивать. Ой, это... Высушивать или что. Что-то уже они как-то все одинаковые полотенца. А потом я присмотрелась, те, которые... Сдачи папа там... Я сумку одну забыла. Он недавно привез. Думаю, надо сдачи это еще достирать. Я думаю, а, так у меня вот какие были полотенца. А сейчас-то у меня как новые полотенца. Они воздушные, такие шикардосные. Так, ладно, мои дорогие. В общем, масло... Ваниль и ворошовское. Да, у нас, когда включает отопление, тело сохнет, все сохнет. И, в общем, приходится мазаться маслом. Но как бы то-либо-нибудь. Лучше какой-нибудь базачик, крем. Не буду я больше брать и ворошовское масло. Оно сильно какое-то вот закончилось. И, слава богу, я его уже и на ноги, и на руки, и на пальцы, и на тыльцы, и куда хочешь, штыкала, чтобы быстрее закончилось. Слава богу. Также у меня было масло и ворошовское. Это для волос. Но я хочу сказать, знаете что? Ничего так не поможет. Вот это масло якобы там от противопадения, все такое. Я много перепробовала. У меня было разное там и шампуни, и бальзамы, и маски перцовые, и все. В общем, у кого проблемы с волосами, поможет только единственное витамины. Витамины, питание, не помогают витамины питания, нужно идти к врачам, и все. Потому что, потому что просто маслица, ну да, можно немножко так, знаете, это равносильно, что, вот представьте, вы синячок посадили, да, и нужно вам замазать. Вы же его замаскируете, все, но он никуда не денется. Так же и с волосами. Можно на день, на два сделать, но вы так же будете с ними мучиться. Я когда красилась в этот раз, я красилась Фаберлик, 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 354 называется. Краска стойкая так, спелая вишня. И добавляла я вот такую ампулу, ампульный концентрат для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Вот, прекрасно покрасилась, вот на мне этот тон, завтра иду в парикмахерск, немножко приведу себе в порядок, и буду такая красивастая перед вами. Так что, нравится мне эта красочка, я еще заказала, теперь буду краситься только ей. Единственное, может, я цвет такой хочу, какой-нибудь красноватенький. В общем, не знаю, что получится. Краска нормальная. Так, и в Роше, наконец-то, по-моему, у меня еще две закончились, вот еще есть две крема для рук. Закончился, но выкновенный крем, но единственное, что у него отдушка хорошая все, ну а так, чтобы он увлажнял хорошо все. Вообще, с Эвроше, в Эвроше мне нравятся запахи, ароматы, там что ни возьмешь, там запахи, ароматы обалденные. Хоть в кремах, хоть все. Ну, а сам вещи, допустим, берешь, там крем для рук, да, увлажнение, там все, ну как бы, как бы то-либо не будет, ну ничего не скажу, там и цена. Немножко так, вот. Вот, но нравится, когда ты ее наносишь, запах такой, балдеж. Сама покупать не буду, но если кто подарит, ну, буду счастлива. Так, цветочка у меня нет, у меня остались только-только эти орхидеи. Но это моя любимая для цветущих растений, агрикола, любимый напиток для цветов. Всегда ими пользовалась, до тех пор, пока я не узнала, что есть для цветущих цветов азофоска. Ну, чтобы они, для уличных, для это, вот, например, для орхидей, когда они цветут, там их не надо поливать с удобрениями, там особая, там. Ну, в общем, это отдельная тема, но просто хочу сказать, классная. И вот этот спрей для укладки волос феном. Ну, не знаю, я не привыкла вот так вот, знаете, было флекс этот, что мокрые волосы, брызгать его чем-то, все такое. Не знаю, как-то он мне, у меня тяжелые волосы, и утяжеляет оно, вот, знаете, лучше всего короткие волосы их укладывать. А тяжелые их нужно, может, муссом, может, гелем, ну, не знаю, вот это мне не понравилось. Конечно же, конечно же, мои дорогие, частин 8 в 1 беру всегда в фикс прайсе. Но сейчас брать его не буду, нужно мне позаканчивать все то, что у меня есть в наличии, там, хоть для полов, хоть там для мутя чего-то, все позаканчиваю, только потом буду покупать. Потом у меня будет вообще, только буду брать для полов, и все. Ну, в общем, сейчас от всего избавляюсь, и до максимума буду все использовать, только потом буду покупать. Мой любимый тоник, лореаль. Вы знаете, вот сейчас я купила такой же лореаль, только вот здесь розовая, здесь видите, вот голубенькая, да, а здесь розовая, там для чувствительной, для какой-то. Вот что-то у меня не, а вот этот вот с голубенькой крышечкой, он для нормальных и смешанной кожи, вот здесь написано. А там вот розовая, вот, ну, что-то она мне не понравилась, ну, знаете, вот как-то, вот как-то, как-то. Вот этот лучше, так что буду брать теперь только с голубой. Маска моя закончилась, на год мне, чуть больше, чем на год мне ее хватило. Это лореаль, я покупала ее корейская, обалденная, тысяча с чем-то она стоит, но она того стоит. Буду ли я покупать, когда я сейчас все маски позаканчиваю, крема только тогда, и потом у меня будет в обеходе, дай бог, только хорошие. Все-таки хочу перейти на клиник. Клиник обалденный. Корейская маска, хрюшка. Здесь, по-моему, у меня еще, а, нет, закончила, еле-еле закончила. Надолго их хватает. Вообще корейская косметика, она мне вообще нравится. Корейская косметика, она у нас стала даже в простых магазинах появляться. И, в общем, масла вот такие. Это масла, органические масла, масла ши и масло какао. Хочу сказать, что вещь очень хорошая, вот особенно, когда у нас сушит кожу. Я для пяток даже пятки мажу, и прекрасно. А вообще это масло ши и какао, это я покупала для добавления в мыло, когда я мыло делала. Но вот эти вот масла, они белые. Я их покупала у нас в Optima, да. И надолго хватает. И когда оно такое белое, застывшее масло, Когда ее набираешь, в руки оно тает, и ножки, это все классно. Буду ли я покупать? Да, конечно, буду. У меня вообще тут уже, ну вообще, ничего нету. Да, нет, еще чуть-чуть есть. Так что сегодня на ножки помажу. Даже выкидывать не буду. Так, мои дорогие, вроде бы все, что я хотела, я вам показала. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините. Кто новенький, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Я есть в инстаграме. В инстаграме я фонзики. Если не забуду, оставлю. Но у меня под видео есть, где меня найти. Так что заходите, пишите, задавайте вопросы. Всего хорошего, мои дорогие. И всем пока-пока.